Муниципальное предприятие Тверь-Гор-Электр проводит уроки безопасности для школьников. Специалисты рассказали ребятам, как вести себя вблизи энергообъектов и оказать первую помощь пострадавшему от удара током. Подробнее в нашем следующем сюжете. Эти ребята еще учатся в школе, но на период летних каникул устроились на работу в муниципальное предприятие Тверь-Гор-Электр. С некоторыми правилами энергобезопасности они уже знакомы. Но это тот случай, когда повторение правил и новые знания очень важны. Лучше, конечно, чтобы оно не пригодилось никогда, чтобы все было хорошо, но вот эти знания всегда с собой нужно иметь. Поражение электрическим током – один из самых тяжелых видов травм. А нарушение правил безопасности возле энергообъектов нередко приводит к печальным последствиям. Нельзя приближаться к проводам, к токоведущим частям, ведь не всегда это оборудование находится в помещениях. Часть оборудования размещена на открытом воздухе, где-то на огражденных территориях. Люди, дети, которые гуляют, ищут себе развлечения, самозанятые дети, они пытаются проникнуть на какие-то объекты, которые ограждены в том числе. Уроки безопасности для начинающих специалистов в Тверь-Гороэлектро проходят часто. С помощью манекена специалист по охране труда показывает школьникам, как правильно оказывать первую помощь пострадавшему от удара тока. Оттаскиваем только одной рукой, только за сухую одежду. Даже если не обязательно, что это воздушная линия или где-то в подстанции. Это может быть в офисе, дома. То есть человек может держаться за электроприборы. Не подходить к оборванным или провисшим проводам, не заходить на территорию подстанции. Соблюдение этих элементарных правил помогут снизить детский травматизм и, возможно, спасти чью-то жизнь.